Всем привет, друзья! В текущей ситуации нашей жизни наши расходы растут, и мы не всегда можем позволить себе бумажную книгу. Тут на помощь, конечно, приходит электронная, но удобнее всего взять книгу на прокат. Поэтому сегодня мы пришли в библиотеку на улице Московской и узнаем здесь, как здесь оформить читательский билет, можно ли здесь получить доступ в интернет и просто посидеть и расслабиться. Приятного просмотра! Молодежно-библиотечный информационный центр был открыт в 1999 году. Тогда это было первое учреждение культуры, которое появилось в новом районе. И нашими первыми читателями стали молодые семьи, молодежь, которая активно переселялась в эту часть города. На сегодняшний день нашими читателями являются почти 10 тысяч горожан. Фонд наш насчитывает почти 80 тысяч единиц хранения. Фонд у нас универсальный. В нашей библиотеке читатели могут взять и познакомиться с литературой на иностранных языках, поскольку в структуре Молодежно-библиотечно-информационного центра не только традиционные отделы, такие как абонемент, читальный зал, информационно-библиографический отдел, но и специализированные структурные подразделения, такие как, например, отдел литературы на иностранных языках. Поскольку основная категория наших читателей – это молодежь, подростки, юношество, мы стараемся все время искать какие-то новые интересные формы, направления и форматы работы. Мы проводим фотокроссы, интеллектуальные игры. Кроме этого, у нас в библиотеке есть так называемые тихие зоны, где читатель, уютно устроившись в кресле, может взять какую-то книгу или может прийти со своим гаджетом. Что-то почитать, посмотреть, позаниматься. В нашем молодежном библиотечно-информационном центре также имеются курсы компьютерной грамотности, где пенсионеры, люди преклонного возраста могут познакомиться с азами интернета, освоить компьютер. В этом помогут специалисты нашей библиотеки. Эти курсы учат основам, которые необходимы при работе с компьютером. Это включение и выключение компьютера. Об этом говорится и показывается. Также наши специалисты обучат пенсионеров, как можно зарегистрироваться в одноклассниках, как можно получить какую-либо услугу, не выходя из дома. И также можем обучить, показать, как правильно написать и отправить письмо в электронном виде. Курсы проходят бесплатно, формируются группы или проходят индивидуальные занятия. Обучиться курсам можно в Центральной библиотеке имени Маяковского и в нашем центре. А сейчас мы узнаем, что нужно сделать, чтобы записаться в библиотеку. Здравствуйте. Здравствуйте. Что нужно взрослому, чтобы записаться сюда? Прийти к нам с паспортом в первую очередь. Далее читатель заполняет формуляр и карточку регистрации читателя. И, конечно же, мы ознакомливаем будущего читателя с правилами пользования нашей библиотеки. Основное правило состоит в том, что книги мы выдаем на месяц. А мы, соответственно, читателю выдаем читательский билет, то есть документ, при предъявлении которого мы обязаны читателя в будущем обслужить. То есть без читательского билета мы читателя не обслуживаем. А что касается детей? Если приходит ребенок, ему еще нет 14 лет, соответственно, паспорта у него еще нет, и его основной документ это свидетельство о рождении, то желательно, чтобы родитель пришел вместе с ребенком, заполнил поручительство. Либо ребенок забирает домой это поручительство, родители его дома заполняют, а ребенок уже потом к нам приходит один с заполненным поручительством, и мы его так же, как и взрослого, записываем. А есть ли какие-то штрафные санкции? Допустим, если я задолжал книгу или испортил книгу? Если читатель книгу держит долгое время на руках, то с такими читателями мы работаем, мы им звоним, либо пишем на адрес их электронной почты, то есть как-то с ними связываемся, находим контакт, и просим вернуть книгу в ближайшее для... в удобное для читателя время. Если же книга испорчена, либо она утеряна, тогда мы вправе попросить замену, аналогичную замену, то есть книгу последних пяти лет издания, желательно, если это утеряна художественная литература, то художественную литературу. Давайте попробуем записаться сейчас. Давайте. Мне нужен паспорт, правильно? Да, прежде всего паспорт. Мы можем использовать госуслуги для этого. Так, вы их запишите вот здесь на карточке, то есть вы заполняете. Так, готово. Сейчас я вам напишу билет. Ну, теперь вы полноправный читатель нашей библиотеки. Вот с такой штучкой мы имеем право теперь приходить сюда и брать книги на прокат, то есть приходить просто почитать здесь. Мы можем использовать компьютеры здесь или свои гаджеты, правильно? Да, совершенно верно. Класс. Конкретно в этой библиотеке представлены в том числе и современные авторы. Например, подростки предпочитают Диану Уин-Джонс или Дмитрия Емец. Взрослые же – Жину Рубец, Евгения Водоласкина и многих других. Сейчас в бумажной книге приобретается больше значения. Из детей есть большой выбор, различная литература и очень приятные люди. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и до связи.